Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei 17 урок мы с вами проходили в прошлом уроке модуль умный поиск в менеджере модулей я рассматривать пока больше ничего не буду я считаю что здесь и так все понятно я рассмотрел только то что действительно будет вам полезно лично я все остальные вот эти вот примочки от Joomla я их не использую я считаю их неэффективными и если какие-то мне нужны модуля с каким-то функционалом я использую сторонний как правило если вы используете платный шаблон или какой-то бесплатный шаблон к нему часто идут клубные расширения модули там всевозможные дополнения к шаблону я их использую остальные все здесь модуля я считаю как бы ни о чем единственное какой модуль еще также вам будет полезен вот нижний колон титул можете зайти в него прописать текст и назначить ему модуль это вот здесь внизу какая-то информация там например вы там владелец этого сайта все права защищены и так далее ну что обычно пишут в копирайтах внизу да можете использовать его здесь пока на модулях мы останавливаемся и я хочу поговорить о медиа менеджере о его настройках что это такое смотрите если вы создаете какую-то статью или модуль и в модуле тоже присутствует редактор вот этот редактор да так называемый мендиа менеджер смотрите мы кликаем вот изображение чтобы залить изображение у нас здесь есть ограничение на заливку изображения 10 мегабайт сейчас посмотрим где меняется это чтобы например вы хотите увеличить до размер загружаемого файла и например смотрите вот здесь имеются три папки стандартные и просто корневая папка куда вы можете загружать изображение по каталогу смотрите например папка по умолчанию баннер если заходим тут есть стандартные изображения джумла и одно изображение загружено мною из папки выйти из этой например в корень вы нажимаете вверх то есть в любую папку если заходим и вот например вы хотите удалить левые папки или создать свои со своим названием если у вас очень много изображений как это сделать вот как раз сейчас и поговорим о медиа менеджере отсюда и вот изнутри мы не можем это сделать мы это закрываем и переходим наводим мышь материалы и сам внизу медиа менеджер это вот как раз и он вот вы видите эти папки и картинки изображение которые у вас находится у вас в джумла смотрите например вы хотите удалить какую-то папку вы ставите галочку и нажимаем удалить у нас не пускают удалить каталог если папка не пустая то есть нам нужно наверное сначала вот так вот все выделить а потом удалять также картинки удаляются вот давайте попробуем этот папку удалить также не пускает то есть видите надо сначала полностью очистить папку а потом удалить сами папки да это конечно неудобно но ничего с этим не поделаешь вот так например выделяете или можно вот здесь по крестику кликнуть напротив картинки и картинку удаляется ведь у так эти картинки они уже были в джумл да это просто стандартные картиночки они тут находятся и так нам нужно в корень попасть вот мы попадаем в корень потом отображение смотрите здесь есть две кнопки эскизы и таблицы если таблицы клирен если вам так удобней также можно переходить тут по папочкам и также здесь есть напротив удаление каких-то элементов не проще вот так пользоваться дальше смотрите как создать вот папку до нужную нам с нашим названием для наших картинок здесь наверху есть кнопка создать новый каталог мы по ней кликаем и здесь английскими буквами пишем что-нибудь например я пишу фото да и нажимаю на кнопку создать каталог нажимаю создать и вы видите у нас все получилось вот у нас появилась папка фото также когда вы будете создавать статью эта папка уже будет там присутствовать заходя внутрь она у нас пустая вы можете прямо отсюда загрузить изображение если вам удобно например вы создали папку чтобы не заморачиваться у вас там много изображений вы нажимаете загрузить и вот здесь вот нажимаете на кнопку выбрать файлы и например сразу с компьютера можете зажать control на клавиатуре до чтобы выделить несколько картинок и нажимаем открыть потом мы нажимаем загрузить и вы видите мы сразу загрузили несколько изображений к нам через медиа менеджер также можно сделать выход по стрелочке да то есть зашли в папку его здесь стрелочка выход по медиа менеджер вот здесь все но еще есть вот кнопка настройки заходим сюда и первая вкладка компонент тоже часто пользуюсь вот иногда не пускает файл какой-то загрузить например zip какой-то архив до пишет что этот файл не разрешен вот здесь вот поле разрешенные расширения вы можете через запятую вот так вот промотать ставите запятую в конце пишите например zip или rar если вы хотите загрузить какой-то архив и вот здесь вот это поле второе максимальный размер мегабайтах можете выставить больше например 50 но знайте то что слишком большое значение поставить нельзя больше 256 мегабайт загрузить нельзя то есть без таких уже серьезных телодвижений там уже на хостинге что-то надо общаться с хостером как-то решать вопрос в общем никто на хостинг такие файлы большие не льет у нас не сервер не выделенный сервер поэтому большие файлы заливаются например в mail облака где у нас предоставляется 100 гигабайт сейчас к сожалению на новый аккаунт и 25 уже все равно заливается туда и дается ссылка в статье вот так это делается поэтому здесь не заморачивайтесь я считаю что 10 мегабайт достаточно даже для самых большого изображения дальше путь каталогу с файлами его здесь не трогаем ограничение загрузки здесь остальное все стоит как принципе надо самое главное это вот здесь разрешенные расширения и вот здесь вот да изменения если какие-то внесли нажимаем сохранить и закрыть давайте перейдем в менеджер материалов создать материал просто чтобы проверить кликом по кнопке изображения и видите вот отображается вновь созданная нами папка фото заходя внутрь и вот эти картинки которые мы залили через медиа менеджер и например мы можем вставить это на сайт вот такой вот урок получился про медиа менеджер теперь вы осведомлены вооружены и готовы к дальнейшему изучение джумла на этом здесь все жду вас в следующем уроке позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь джумла или вы уже матерый веб-мастер вы рано или поздно задумайтесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблона на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мною лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства и так как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев